Девочка-пай Итак, приветствую вас всех, мои дорогие друзья, на моем канале Мгновение. Мгновение моей жизни. И сегодня одно из мгновений, которое я вам хочу показать. К нам приехал Луна-парк. Помните те далекие советские времена, когда мы, живя там в Украине, в России, я думаю, тоже такое самое было. Частенько к нам раз в год, а то и несколько раз в год, приезжали всевозможные разные аттракционы, цирки, лунопарки, потом какие-то там зоопарки, потом вот эти вот гонщики в шарах на мотоциклах, помните, гоняли. Потом очень мне еще нравилась авторадео, чехословацкая была. И вот так же самое и в Америке, здесь тоже есть такой же бизнес. И тоже есть такие вот компании, которые этим занимаются, которые ездят по всей Америке и возят вот такие вот аттракционы. И вот к нам тоже приехал. В прошлом году не было, потому что вот этот коронавирус, барановирус был, все было закрыто. А сейчас чуть-чуть уже расслабилось, расслабились, как говорится. Чуть-чуть уже немножко полегчало. И люди начинают отдыхать. Вот, посмотрите, вот здесь вот у нас вот был здесь огромный когда-то магазин, вот этот, который назывался Top Food. Продуктовый такой, ну и не только продуктовый, ну в основном он на продуктах был заточен, но там было все, короче, что связано с продуктами. И вот он уже долгое время стоит закрытый, никто его не покупает, ничего здесь не делает. Уже, наверное, более 10 лет. И здесь огромная такая площадка, парковка этого магазина. И вот она пустует. И вот они, скорее всего, договорились с городскими властями. И на этой парковке расположились своими аттракционами. Также здесь вот выставляются вот такие вот палатки, где продают все возможные вот продукты питания. Где можно купить какие-то вкусняшки, перекусить. И люди вот после работы с детьми приходят сюда для того, чтобы здесь, как говорится, развлечься, погулять. И здесь вот продают вот такие вот, видите, тоже интересные. Hey, how you doing, brother? Thank you, good. Hi, brother. How are you? Doing good. I make video from my YouTube channel, from my country. Okay, hey. Everybody is looking. Okay, look. We make custom t-shirts. You can follow our Instagram at DMCA underscore underscore. And we have all kind of stuff you guys like. We got FLV, it stands for Flavor. That's our clothing brand. Okay. Right down here. Oh, nice. Right? Cool. But we make a whole bunch of different things, so everything custom. If you look at our sign in the back. Uh-huh. Okay, thank you. Here you go, sir. Thank you. If they need to find us, use that information. Oh, okay. Yeah. Everybody looking, this is information. Maybe he like buy. Please. He is owner. You owner? Yes, sir. Yeah, this is owner. It's company. Okay, thank you so much. Thank you. Good pressure. Keep flying by food. Это бизнес. Вот такой вот бизнес. Ну, а мы с вами сейчас давайте пройдем в этот Луно-парк. И посмотрим, что же там такое интересное для деток. Ну, и не только для деток, для родителей тоже. Всевозможные аттракционы, качели. Вот такие вот. Ну, в принципе, все то же самое, как когда-то и к нам приезжали. Можно поиграть, что-то выиграть. Можно просто развлечься. Просят всех соблюдать дистанцию и носить маски. Вот часы работы этого аттракциона. Кент, Вашингтон. Это рядом возле моего дома. Здесь вот можно выиграть приз. Попадая мячиком в кольцо. Вот такие вот игрушки. А здесь всевозможные аттракционы тоже. Грушей нужно забивать этих лягушек. Вот ребята уже выиграли. Здесь вот тоже всевозможные такие вот аттракционы. А, здесь, короче, нужно ударить силой, чтобы набрать определенное количество баллов. Ну, и можно выиграть вот такую вот мартышку или же поменьше игрушечку. Здесь для деток рыболовная такая посудина, где можно споймать рыбку. Здесь тоже аттракционы воздушные, шарики. Нужно их тоже расстреливать, сбивать. И тоже можно выиграть вот такие вот всевозможные игрушки. Вау, сколько здесь мягких игрушек. Разных. Огромное количество. Вот здесь вот, видите, вот такая вот пушка. И ты должен попасть вот туда вот. Сейчас, возможно, я и поиграю во что-то. Ну, сперва пройдемся, снимем это все. Найс. Фото. Фото в бусон. О. А здесь делают фотографии. It's print. Oh, nice. It's family. It's print family. Можно сразу сфотографироваться и тебе напечатать такой значок. Стоит 12 долларов. Черно-белая 8 долларов. Цветная 12 долларов. Вот, видите, прямо на тарелочке вот такой вот значок тебе могут напечатать. Прикольно. Ну, здесь тоже какая-то стрелялка. Нужно вот туда вот попасть вот этим вот пистолетом в рот этому клоуну. И тоже можно выиграть вот такие вот игрушки. Вот сейчас ребята будут играть. Девчонка выиграла. Женщина, верди. Найс. Это был большой пат. Окей, мы тренировали, да? Да. Мы должны найти. И ты уже знаешь, что ты хочешь? Да. Экселленд! О, мой боже, ты уже закончил. Спасибо. И что мы получили? А, она играла раньше, выиграла. А, она насик теперь, а теперь еще раз сыграла и решила выиграть большую. Единорога такого. Меняет. Конградулейшн! Ну, естественно, здесь как без хот-догов. Здесь вот готовят всевозможные хот-доги, попкорн. Здесь вот напитки всевозможные. Ну, естественно, это химия конкретная, но дети ее любят. Вот это, попьешь вот этот напиток, потом во рту два дня, синие или красное, или желтое. Но оно вкусное. Это типа как бы лед, такой расплавленный со снегом. И оно получается типа как смузи такое. Для детей это развлечение, то, что надо. Здесь вот билеты продаются. Касса. Можно купить, видите, 34 билета за 20 долларов. 68 билетов за 40 долларов. И за 60 долларов 120 билетов. Ну, и естественно, здесь на каждый аттракцион нужно там несколько билетов. Один, два или три, я не знаю. Все по-разному стоят, получается. Цепочка. Аттракцион. Там вон, там вон, самолетики. Здесь вот автобус. Детки катаются, имеют фан. Здесь на дельтапланах летают. Типа. А здесь центрофуга. Помните, тоже у нас такая была. Становишься туда. Оно раскручивает тебя так, что ты оторваться не можешь. Ну, я помню, у меня после нее постоянно что-то так голова закруживалась. Прямо аж плохо становилось. Не мог я эту центрофугу выносить. Пару раз пробовал. В юности. Значит, не космонавт, наверное. Здесь у них большой такой дизель-генератор, который снабжает автономная электроэнергия у них. Видите, они не запитываются нигде, ни от чего. Они могут просто в поле, в пустыне остановиться и все это развернуть и сделать вот такой вот небольшой парк. Аттракционы все будут работать от дизель-генератора. Мощный дизель-генератор. Ну, а сейчас вот люди загружаются. Будет вот такой аттракцион. Карусель раскачивается высоко. Гитара. Рок-гитара типа. Видите, она сделана типа как гриф. От гитары, струны. Там мерцают. Рок-стар называется аттракцион. Сейчас посмотрим. Закрывает все это. Секьюрити. Все контролируется. Кнопочку нажал. И все. Поехали. Проверяет, что все закрепленные были. Защелкнутые замки и все такое. Безопасность прежде всего на любом аттракционе должна быть. Ну и сейчас он запускает это все. Видите? Раскачивается. Раскачивается. Почти уже до верху. Еще один раз и пойдет по кругу, мне кажется. Но этот раз уже по кругу пойдет. Да. Вау. Прикольно, да? Вот так вот люди получают удовольствие. Здесь дельтапланы заряжаются. И сейчас детки будут летать. Ну а здесь вот карусельки. Вот такие вот. Ну а здесь комната страха, скорее всего. Ну да. Ну все, в принципе, то же самое, что и у нас когда-то было. Когда приезжали такие аттракционы. Ничего нового. Так что, вот такие вот интересные люди приехали из комнаты страха. Вот такое вот небольшое развлечение для детей, для родителей. Очень интересно сейчас после вот этого всего карантина сводить этих деток, самому пойти прогуляться. Потому что надоело уже все это. Хочется жизни, возвращения к нормальному, как говорится, существованию. Еще бы вот эти маски отменили. Но я думаю, скоро это все отменят. Так что будем надеяться. Вот такой вот небольшой аттракциончик. Карусели, качельки, развлечения. Для деток и для их родителей. Называется оно все фантастик. О, мальчик выиграл. Вау, конградуэйсиен. Найс. Здесь, видите, нужно 10 билетов, чтобы выиграть игрушку. 10-тикет. Ага, вот вот здесь вот написано РУС. Маленькую, видите, от 2 до 4. От 5 до 8 медиум. И 9 ларч. Большую. А 10 билетов уже самую большую игрушку, чтобы выиграть. Ну, а билеты я вам уже показывал, сколько стоит. Здесь опять фотографируется. Здесь уточек ловят. Для деток. Кораблики, уточки. Ну, а билеты, уточки. ну на этом я с вами прощаюсь дорогие мои друзья желаю всем всего хорошего приятного настроения показал вам немножко вот такое небольшое развлечение которая к нам приехала и вспомнилась конечно наше детство юность как мы тоже когда-то ходили в такие парки которые к нам приезжали всем пока пока до новых встреч всего хорошего а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok